Масленицу Себя заложи, а масленицу проводи! Веселая, широкая, пьяная, обжорная, а еще она разорительница. Так в старину именовали масленицу. Расходы на угощения могут изрядно опустошить кошельки гуляющих. Великолепные блины! Хотя, по информации Рязаньстата, испечь блины в Рязани дешевле, чем во многих других городах. Появился даже такой показатель – индекс блинов. В среднем по России он равен 136 рублям, а в нашей области – 88. Однако, любая хозяйка знает, что дело не только в продуктах. Блины становятся вкуснее, если выпекать их с веселым настроением. Блины с семгой взяли, со сметаной. Взяли вкусные, вкусные. С пылу с жару. Вон у нас на костре пекутся блины. Горячие, горячие. Блины со сметанкой, с вишней, с ананасом, с киви. Пожалуйста, с гушеным молоком. Блины из творога, из мяса, из рыбы с красной. Блины бесплатные, похлебка бесплатная. Веселья в Центральном парке Рязани в этот день предостаточно. У меня жена, ой, ревнивая. Откуда вы, откуда? Беги. Такие певучие. Гостей песнями и плясками развлекают эстрадные фольклорные коллективы. Игры, эстафеты и народные забавы на каждом шагу. А пока родители уминают блины, дети занимают очередь на конкурс по сборке автомата Калашникова. Рязанский ОМОН знает, что нужно молодежи. В далекие времена на Масленицу было принято устраивать кулачные бои. В наши дни традиция немного изменилась. Силой и сноровкой можно помериться, приняв участие в боях на батутах. Скажете, измельчали богатыри? Вовсе нет. Силушку Молодецкую парни приберегли для самого ответственного испытания штурма ярмарочного столба. Смотрите, вот там стрельчись. Ну, опять ты раздеваешься. Ну, что ж тебя все туда и тронишься. Ну, простись, ну, простись. Ну, весна же, весна. Чувствую весну на приближение. Давай! О, хорошо пошло! Аплодисменты! Давай, 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 умница! Слушай, смотри, у вас столба уже осилил. Слушай, ползет ты как хорошо. Уже дольше нас половину прошло. Нет, он, видать, не пил сегодня. Да? Да, блинов ты сколько съел, да смотри. Ну, все, ребята, холодильник ушел. Слушай, все почти. Давай, 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 давай! 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 Полочина! Ой! Вот он, наверное, много пельменей может съесть. Ой, ну, слушай, может много. Каждому хочется добыть подарок для родных и себя. Но не всем это удается. Надежда нашего ученика! Я надежда! Я ему без нее не справлюсь! Давай, 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 давай! Ну, ничего, ничего, в следующем году обязательно получится! И победителей, и тех, кому не очень повезло, зрители награждают аплодисментами и радостными эмоциями. В этом году мы решили отказаться от нашего предыдущего опыта, когда мы в качестве призов на стол поопределяли бытовую технику, потому что, ребята, кто-то уже собрал три пылесоса, кто четыре кофеварки, кто два телевизора. В этом году мы приготовили одинаковые призы, то есть каждый участник получит одинаковый приз. Это настоящий сейф с электронным замком, в котором находятся точные копии золотого слитка, изготовленной из шоколада. Рязанка Полина Крылова тоже решила попытать счастье. Она оказалась единственной девушкой, участницей конкурса. Но не судьба. Давай, 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 давай! Полина не расстраивается. Она уже три месяца занимается спортом и на следующую Масленицу намерена во что бы то ни стало добыть приз на ярмарочном столбе. Я решила, что все мужчины участвуют, почему бы девушкам не попробовать. И решила попробовать, но в следующем году я поднакачаюсь и покорю эту гору. Красивые! Ну что, спасибо вам огромное! Обязательно приходите в следующем году, мы будем вас ждать. Сжигание чучела Масленицы превратилось в настоящее огненное шоу. Вместе с ним должны сгореть и все негативные эмоции, накопившиеся за зиму, а страсти смениться умиротворением. После прощенного воскресенья начинается Великий пост. Продолжение следует...